Их вот так в жизни редко когда увидишь, потому что они внутри людей. Но именно они помогают людям забыть о многих заболеваниях и даже тяжелых травмах. Это проект «Наука Мани». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. И сегодня поговорим о наноматериалах протезирования и о людях, в чьих телах вместо родной детали искусственная. Итак, смотрите в программе. Деформация суставов, причины и новая жизнь. Эндопротезирование как процесс. Посмотрим, как проходят операции. Как заставить сердце жить долго. Из чего изготавливают имплантат нейтрального клапана. И кто такие киберлюди? Протез – это искусственное приспособление, которое выполняет функцию определенного органа. Если он располагается внутри человеческого организма, то его называют эндопротез. Самый распространенный вид такого вмешательства – это тотальное или двухполюсное эндопротезирование тазобедренного сустава. Впервые его заменить попытались в 30-е годы 19 века. Тогда материалом для протеза были бивни слонов, рога носорогов и быков, а также кокосовые орехи и другие экзотические материалы. Первый полноценный протез был создан в 1938 году. Два года спустя пациенту с опухолью бедренной кости поставили эндопротез из виталиума – это сплав на основе кобальта. В 1946 году братья Джудит разработали однополюсной эндопротез тазобедренного сустава с акрилом, впервые применив в клинической практике полимерный материал, несущий нагрузку массы тела. Их последователи при изготовлении протезов варьировали металлы и сплавы. Искусственный сустав в наши дни состоит из четырех компонентов. Это ацетабулярный компонент, то есть чашка, пластиковый вкладыш, головка бедренной кости и бедренная ножка. Как же проходят операции по эндопротезированию и как живется людям с инородным телом внутри организма? Прямо сейчас об этом спросим у руководителя Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Врублевский Валерий Анатольевич, руководитель Минского городского клинического центра травматологии и ортопедии, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы Минска, кандидат медицинских наук, доцент. Главный внештатный травматолог-ортопед Комитета по здравоохранению Мингорысполкома. Действительный член Всемирной организации травматологов-ортопедов. Действительный член Европейской Федерации национальных ассоциаций травматологов и ортопедов. Валерий Анатольевич, давайте, наверное, начнем с диагностики. Какие показания, когда пациенты к вам идут, с чем? Что происходит там? Показаниями для протезирования крупных суставов являются, для тазобедренного сустава, это переломы шейки бедра, переломы головки бедра. Для коленного сустава при травмах протезирование не требуется. То есть, как правило, болезни коленного сустава, это остеоартроз 3-4 стадии. Для тазобедренного сустава артроз 3-4 стадии, также еще асептический некроз головки бедра, заболевание, при котором нарушается кровообращение в головке бедра, и она умирает. С переломом все понятно. Так сложилось, так получилось, сломалось. Но что касается заболеваний, вообще какие-то симптомы есть или к вам уже приходят как-то… У человека начинаются проблемы. Появляются боли в суставе, появляется ограничение движения в суставе. Некоторые пациенты сначала обращаются к терапевтам, неврологам, ревматологам. Кто-то напрямую поступает именно к травматологам, ортопедам, и здесь тогда уже выполняются снимки, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, устанавливается диагноз, и, если есть необходимость, ставятся показания для замены сустава на искусство. Большая часть операции – это, конечно, протезирование тазобедренного сустава, на втором месте – коленный сустав. Также выполняем операции по протезированию плечевых суставов, суставов пальцев кисти. Я так понимаю, что это запчасти для человека перед нами? Здесь, в принципе, вся линейка эндопротезов. Вот это, наверное, один из первых суставов, который вообще создан человеком. То есть, если видите, все остальные суставы, как конструктор, состоят из нескольких частей. Здесь это сустав, который рассчитан для замены головки бедра. То есть, применяется, как правило, у лиц уже преклонного возраста, для которых небольшая ожидаемая продолжительная жизнь и, соответственно, двигательный режим, но в пределах квартиры. В настоящее время используются уже очень редко. Вот это протезы уже двухполюсные протезы тазобедренного сустава. Как видите, состоит из нескольких частей. Вот этот компонент – это ножка эндопротеза, имплантируется в бедро. На неё надевается головка. Вот эта часть, которая выполняет как бы функции головки бедра. Вот эта часть имплантируется в таз. То есть, она вырастает в таз металлический компонент. И затем сюда вставляется пластиковый либо керамический вкладыш. Ну и вот, собственно говоря, получается наш сустав. То есть, можно двигаться? Можно двигать без проблем абсолютно. Видите, здесь головка металлическая. В последнее время наиболее часто используются уже керамические головки. Считается, что не сама головка более долговечная. Головка в меньшей степени протирает пластиковый компонент. Как видите, у нас здесь не просто металл, а покрыт каким-то веществом. Это либо гидроксиапатит, либо какие-то наночастицы. Здесь, если видите, в нашем суставе этот протез белорусского производства. Небольшой компонент покрыт таким веществом. Наноматериалом. Да, сам протез состоит и с титаном. Надо отметить, что в металл кость не врастает, а в титан врастает. Также существуют протезы цементной фиксации, которые крепятся на костный цемент. Вообще, костный цемент – это как пломба для зуба. Материал примерно такой же. То есть, смысл цемента для пожилых людей уже достаточно сложно кости врастать в протез. И поэтому это как бы костный клей. Ну и вот это уже ревизионный протез. Когда протез либо расшатался, либо износился пластиковый вкладыш, его надо удалять, то уже применяются такие, как видите, намного большего размера протезы. Они там и сама по себе. Ножка протеза состоит из нескольких частей. То есть, она наборная для того, чтобы изменить можно было и длину конечности, либо удлинить, либо укоротить. Здесь головка протеза. Вот это, видите, если здесь у нас чашка, которая просто имплантируется, то здесь уже с отверстиями, куда вставляются винты, и чашка фиксируется уже костью. И только потом она вырастает, но тоже, как видим, покрыта нано-покрытием. Как правило, это бироксиапатит. К сожалению, большого протеза коленного сустава не столь долговечны, как протеза тазобедренного сустава. Если протеза тазобедренного сустава по 20-30 лет выхаживают, то с протезами коленного сустава, там лет 10, это, боюсь, что очень хороший результат. После его удаления уже применяется ревизионный протез, как мы видим, с длинными ножками, он тоже наборный. Тоже эта ножка откручивается, то есть удлиняется протез. Бедренный компонент, костный. А, кстати, тут можем видеть, что представляет собой костный цемент. Просто, грубо говоря, пластик, который контактен к нашему организму и не вызывает отторжения. Валерий Анатольевич, я предлагаю нам с вами буквально на несколько минут прерваться. Давайте посмотрим сюжет и обязательно вернемся. Такие разноцветные детали, казалось бы, больше пригодные для сборки механизмов или мебели, на деле же оказались имплантатами для костей и суставов. В качестве материалов для медицинских изделий используют разнообразные металлы из плавы, полимеры и керамику. Основным материалом является титан. В физико-техническом институте разработан ряд технологий для изготовления биологически совместимых покрытий на таких титановых имплантатах. Это могут быть разного функционального смысла эти покрытия. Либо они биологически инертные, используемые для имплантатов временных, которые вводятся в организм, а потом извлекаются. Либо несущие функции уже биологической активности, которые способствуют сращиванию костей и сращиванию имплантата с самой костной тканью. То есть это для имплантатов уже постоянных, которые находятся уже постоянно в организме. Совместно с РНПЦ травматологией РТПД и одной из компаний по производству имплантируемых изделий был разработан многофункциональный фиксатор позвоночника. В такой сложной конструкции покрытий на детали сразу два. Первый для так называемой цветной маркировки и биологической инертности. Цвет их определяется их толщиной. Формированная оксидная пленка является прозрачной, и в зависимости от ее толщины цвет мы ее воспринимаем вот такой, как есть. Определить размер таких маленьких винтиков на глаз крайне сложно. Цветная маркировка облегчает и ускоряет проведение операций и помогает врачам избежать ошибки. Еще одно покрытие, разработанное в институте, для искусственного клапана сердца. На имплантат было нанесено диоксид титана, который является биоинертным, что препятствует сформированию тромбов на поверхности искусственного клапана сердца. Наша задача была сформировать биоинертное покрытие, которое организм, имплантант, не видит как чужеродный. То есть он принимает это как совместимый с организмом. Измененная природа поверхности становится своеобразным барьером для попадания металла в организм человека. Я правильно поняла, значит, срок годности все-таки есть. В свое время была проблема вот именно у нас с пластиковыми вкладышами. По прошествии 10, 12, 13 лет просто протирался пластиковый вкладыш, и он требовал замены. На сегодняшний момент эту проблему решили, поскольку используется так называемый прошитый или усиленный полиэтилен, либо же вместо пластика используется керамический вкладыш. Здесь возникла другая проблема. Через некоторое время протез начинает просто расшатываться в кости. Есть некоторые ограничения. Для того, чтобы протез прослужил долго, необходимо по возможности исключить ударную нагрузку на сустав, то есть это бег и прыжки. И следующий момент – наша кость всегда растет. Протез, естественно, остается того размера, который есть. Но затем кость все равно меняет свою форму, развивается остеопороз, и, конечно, это тоже способствует расшатыванию протеза. Но заменяется, опять-таки, уже каким-то другим? Каким-то другим. Допустим, вот эти суставы, которые без цементной фиксации, если человек пожилого возраста, то есть возможность заменить на протез цементную фиксацию. Если пациент молодого возраста, то, конечно же, мы цементное протезирование стараемся отложить как можно надальше, да, и тогда удаляется протез, который был первичный, и уже устанавливается протез ревизионный, более длинный. Причём эта ножка может удлиняться до бесконечности, практически до коленного сустава. Есть ли индивидуальные протезы? Или они подходят всем? Большинству людей, причём подавляющему большинству людей, будет подходить обыкновенный протез, не индивидуальный. Существуют различные формы ножек эндопротеза, которые подбираются в зависимости от формы канала. По 5, по 6, 7 видов ножек эндопротеза у каждой крупной компании, которая занимается производством протезов. То есть, в принципе, это всё рассчитывается, потому что индивидуальный протез, конечно, стоит очень больших денег. Но такие протезы есть, но в большинстве своём, конечно, это протезы больше коленного сустава. Сколько занимает времени, ну, скажем так, восстановления после таких операций? Конечно же, проще всего восстанавливаются пациенты, которые пришли к нам здоровыми, но с переломом. Эти пациенты, в принципе, в течение месяца-полутора, они уже абсолютно здоровые люди. Если же пациент долгое время страдал артрозом, пациент имеется контрактура сустава, укорочение конечностей. Здесь процесс выздоровления, реабилитации занимает, ну, значительно больше времени. У нас есть ещё один сюжет. Давайте посмотрим и зададим ещё несколько вопросов. Проект «Майтритон» создал Олег Зайцев. Более 20 лет назад его отец потерял руку. Сын мечтал о бионической кисти для отца, но она стоила больших денег – порядка 30 тысяч долларов. Тогда программист стал активно изучать 3D-моделирование и механизмы управления роботов. В это время в команде появился ещё один человек – инженер-конструктор Сергей Арефьев. Вместе молодые люди разработали активный протез руки. Вместо мышц в нём используются электродвигатели. Напечатанные на 3D-принтере детали заменяют кости. Положение пальцев контролируется электроникой. Это позволяет человеку выполнять различные действия. Основная идея механизма в том, что, поворачивая приёмник для культи против часовой стрелки, подаётся сигнал на сжатие кисти, а поворачивая против часовой – на разгибание. Чтобы повернуть кисть, достаточно оттянуть на себя свободной рукой деталь и повернуть на нужный градус. Непосредственно к культе крепится электромеханическая кисть. Особенность проекта в том, что в протезе кисти не используются электрические датчики. Чертежи и макеты авторы выложили в свободный доступ, так же, как и видео по сборке кисти. Все необходимые детали можно заказать через интернет. Стоимость такого механизма – около полутора тысяч долларов. MyTriton стал победителем конкурса социальных проектов. Но главная победа Олега Зайцева в том, что его отец самостоятельно может выпить воду из стакана и даже распилить бревно электропилой. Валерий Анатольевич, существует такое мнение, что любое инородное тело, тело человеческое в любом случае будет отторгать. Как вот обстоят дела с протезами? Мы пытаемся сделать то, что сделать невозможно, чтобы неживое и живое, чтобы они вместе жили дружно. Не очень большой процент занимает, во-первых, нагноедные суставы. Никакого не секрет, что есть эти осложнения, они есть во всём мире. Очень серьёзная проблема. Пусть и небольшая, но никому не хочется быть этому одному. С двухсот человек, тем не менее. Есть процент людей, у которых бывает аллергия на какой-то компонент стали. Этот процент людей небольшой, но они есть. Есть ли противопоказания? Противопоказания, конечно, в основном медицинские – это общее состояние организма. Печень, почки, кардиограммы. Естественно, человек с плохой кардиограммой, если мы видим, что у него шансов перенести операцию не так много, конечно же, мы отказываем. Ну, последний вопрос. Это всё делаем. У нас, мне кажется, в нашей стране, на фоне Европы, нет такого, наверное, чего не делают у нас, а делают где-то за границей. По суставам, в принципе, нет. Что дальше? На замену, конечно же, ранняя диагностика. По коленным суставам здесь есть возможность помочь человеку раньше. Для этого надо, чтобы человек наблюдался и попадал в наши руки раньше. Различные корригирующие остеотомии, которые позволяют сделать правильную биомеханику сустава ещё до того, как он разрушился. Вот а забедренному суставу. При асептическом некрозе сейчас во всём мире развивается, ну, не нанотехнологии, пытаемся выращивать свои клетки и пересаживать их в сустав. То есть мы их сверливаем в зону асептического некроза, туда скволовые клетки пересаживаются и смотрим за результатом. Пока сказать, что это хорошо либо плохо, сложно. Спасибо вам, Валерий Анатольевич, за подробный рассказ. Мы продолжаем их программе «Время научного дайджеста». Терри Фокс потерял ногу в 18 из-за онкологии. Привлечь внимание общественности к раку он решил, пробежав через всю Канаду. Три года он готовился, и в 21 Терри опустил ногу в Атлантический океан. Рак распространился на лёгкие, и Терри был вынужден прервать марафон. За месяц до своего 23-летия он умер. Его историю экранизировал в 1983 году режиссёр Ральф Томас. Судха Чандран – индийская танцовщица и актриса. Из-за аварии потеряла ногу в 18 лет, но не потеряла интерес к своему любимому занятию. Девушке поставили протез, и тогда о ней заговорил весь мир. Судха снялась в нескольких индийских фильмах и сериалах, где традиционно много танцевала. Киборг-татуировщик Джесси Шейтан Теннет. У парня ампутирована правая рука. Чтобы не бросить любимое дело, художнику специально разработали новый протез, в основе обычной, к которому добавили металл и саму тату-машинку. Сверхчеловек. Маркус Рэм. Легкоатлет с ампутированной ногой. Он выиграл чемпионат Германии по прыжкам в длину среди обычных спортсменов. При этом показал один из лучших результатов в мире, улетев на 8 метров 24 сантиметра. Это наука мании. Смотрите далее. Восстановить кость без хирургического вмешательства. Разработка Института общей и неорганической химии. Стеклянный взгляд. Как изготавливают глазные протезы. Чтобы узнать, как бороться с хрупкостью костей без хирургического вмешательства, мы приехали в Институт общей и неорганической химии Академии наук Беларуси. Валентина Константиновна, здравствуйте. Здравствуйте. К Рудьку Валентина Константиновна, ведущий научный сотрудник Института общей и неорганической химии Академии наук Беларуси. Кандидат химических наук, доцент. Область научных интересов, биоматериалы и изучение процессов остеосинтеза. Автор 140 научных работ, обладатель 10 патентов. Валентина Константиновна, знаю, что вы синтезируете препарат удивительный, уникальный, гидроксиапатит. Расскажите, пожалуйста, вообще, что это такое и для чего это всё нужно? Гидроксиапатит – это неорганическая составляющая костной ткани. Наша кость – это композиционный материал, где у нас основная часть есть органическая, коллаген, и также гидроксиапатит. Если мы кость уберём, всю органическую часть, остаётся гидроксиапатит. И вот в нашем институте мы разработали именно золь-гель-синтез, в результате которого получается вот такой вот, смотрите, гель гидроксиапатит. Гель более жиденький. Это разная концентрация, скажем так. В чём было ноу-хау нашей технологии? Мы именно разрабатывали эту технологию, чтобы жидкофазным способом получать максимальной степени биоактивности гидроксиапатит, который обладает самой высокой реакционной способностью. И когда он вводится в костный дефект непосредственно, то происходит сразу же взаимодействие с костной тканью, активируются процессы репаративного остеогенеза, если простым языком сказать, процессы костиобразования. И клетки организма вначале используют гидроксиапатит как материал строительный, и на месте его введения образуется новая костная ткань. Хорошо, но кость-то она у нас там внутри, то есть это же как-то нужно вводить, вот каким образом? Вот наш гель, да, он находится в шприцах. Можно через кожу наводить костный дефект, потому что это всё-таки имплант. Либо когда открытая рана костная тоже вводится, именно для активации репаративного остеосинтеза. При каких заболеваниях ваше чудо-средство реально работает, реально помогает и ускоряет процессы выздоровления? Наиболее эффективен гель гидроксиапатита при сложенных переломах, которые не срастаются, либо когда осложняются какими-то воспалительными процессами, потому что сам по себе гидроксиапатит – это щелочное вещество. Мы когда его синтезируем, у него PH11. И для того, чтобы нам его уже подготовить для медицинского использования, его нам надо обязательно отмыть. И отмываем его до PH7 нейтрального, когда уже можно вводить в организм. Поэтому у него ещё есть косвенный эффект, противовоспалительный такой, если вот в костной ране, чтобы не было инфицирования. Ну и, конечно же, препарат у нас подвергается гамма-стерилизации, чтобы не нарушить коллоидную структуру геля, чтобы он обладал своими активными свойствами, чтобы мог легко высвобождаться кальций из фосфора в костной ране, и образовывалась новая костная ткань. А вот ваш препарат, его на рентгене, например, видно или вы делаете, чтобы его было видно? На рентгене, который делает рентген кости для человека, его не видно. Но есть другой, есть рентгенофазовый анализ. Это уже метод физико-химический, в котором мы идентифицируем своё вещество. Вот мы получили вещество в виде геля, потом его концентрировали до пасты. Затем мы пасту высушиваем. И образуется, вот посмотрите, пожалуйста, это ксерогель, высушенный гель. Да, он очень напоминает кость, такие красивые кусочки, но они, к сожалению, хрупкие. Вот ксерогель так не введёшь именно в кость, которая работает под нагрузкой. Дальше мы этот ксерогель доводим до порошочка. Растираем его, мелкодисперсный порошок. И когда мы снимаем рентгенограмму порошка, который высушен на воздухе, он у нас рентгеноаморфный, вот тот, который обладает максимальной биоактивностью, химической реакционной способностью. Так мы ещё определить не можем, что это у нас однофазный, стопроцентный продукт. Для того, чтобы именно идентифицировать гидроксиапатит, который мы синтезируем без примеси, сопутствующие 3 кальция фосфата, основной его примеси, надо его термообработать при температуре 800 градусов, 5 часов. И только тогда мы уже получаем его рентгенограмму, на которой мы видим, что это гидроксиапатит. Но я так понимаю, что вот это, это, скажем так, первое поколение, и вы пошли дальше? Второе поколение у нас, это уже мы разрабатываем композиционные материалы, которые состоят из неорганической части, это гидроксиапатит мы вводим, 3 кальция, фосфат, брушит, кислый фосфат, кальция, и также мы вводим полимерные разные связующие. И вот последнее направление, в тесном сотрудничестве с институтами нашими академическими, химфаком Белорусского государственного университета, мы получаем вот такие матрицы. Напечатаны на 3D-принтере? Из полилактида или других полимеров. Вот мы получаем определенную такую пористую структуру. Потом на нее мы можем наносить гидроксиапатит в виде гелия, в виде порошка, получая либо какой-то слой, либо вот эту матрицу можно отжечь, и это уже такие импланты. Но самое новое и интересное сейчас, вот мы движемся в том направлении, для того, чтобы получать сложные составы, твердеющие кальций-фосфатные пасты, которые будут вводиться в шприцевой экструдер 3D-принтера, и уже будет модель печататься непосредственно из кальций-фосфатного материала. И можно смоделировать уже нужный, как бы, дефект который, под него нужную детальку, скажем так, и напечатать ее из гидроксиапатита, учесть и параметры, это процесс достаточно сложный. Слышала, что гидроксиапатит используется и в стоматологии, и даже в офтальмологии. В стоматологии может быть несколько направлений. Вот если надо залечить, скажем, челюсть, да, вот есть какие-то сложные, или там вводить какие-то дентальные импланты, вводится гель гидроксиапатита, либо паста для того, чтобы вначале восстановить именно структуру челюсти. А с офтальмологическими это очень интересно. Получали вначале керамические матрицы, вот они, исходные, вот испытывали, да? А получали мы их как? Брали полиуретановую губочку, вот такую вот, ее пропитывали суспензией на основе порошка гидроксиапатита. И когда мы делаем высокотемпературный отжиг, больше 1200-1300 градусов, уходит вся вот эта матрица полимерная, и остается вот эти структуры пористые. Она усадку дает раза в два, меньше становится по объему. И вот когда-то совместно с Институтом порошковой металлургии были разработаны вот такие офтальмологические импланты. Здесь алюмооксидная пенокерамика, которая вот заместила полиуретан. На нее мы намесли именно слой вот высокоактивного гидроксиапатита в виде геля, центрифугированием, ультратонкий. И потом вот эти импланты вживлялись людям. Наши хирурги и ювелиры, конечно, офтальмологи, что глазная культя, она двигалась. Желаю вам успехов, спасибо огромное, что рассказали, нашли для нас время. Ну а мы продолжаем, и прямо сейчас увидим, как глазные импланты выдувают из стекла. Лишиться глаза человек может по разным причинам. Решить эстетические и психологические проблемы может глазной протез. Если его не носить, со временем конъюнктивальная полость станет меньше, а ресницы начнут загибаться вовнутрь, доставляя немало неудобств, становясь главной причиной развития хронических воспалительных процессов. Все стеклянные глазные протезы изготавливаются вручную. На это уходит около дня и подбираются для каждого пациента. Процесс сам изготовления глазных протезов начинается с того, что на газовой горелке специализированной разогревается стекло, трубка сама, шар изготавливается, и на этом шаре уже рисуется зрачок, радужка. Радужную оболочку и зрачок делают из цветного стекла на той же газовой горелке. После этого шарик подгоняют до нужной формы и отправляют в муфельную печь, температура которой достигает 400 градусов. После того, как протез остыл, его можно примерять. Глаз из креолитового стекла максимально имитирует настоящий. Это необычное стекло. Стекло отличается от всех видов другого стекла тем, что у него плотность своя. Его специально варят, изготавливают под конкретные кабинеты по изготовлению глазных протезов по всему миру. И свою плавкость имеет. Отличить имплант с расстояния более метра, уверяют специалисты, невозможно. Первый глазной протез граждане Беларуси могут получить бесплатно. Срок его службы не ограничен, но хрупкая конструкция может разбиться. Замена будет уже платной. Это была «Наука Мани». Я, Екатерина Березская. Разбирались сегодня в тонкостях замены родных деталей в человеческом организме, на искусственной. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся ровно через неделю на телеканал «Во Беларусь-3» и «Спутниковом Беларусь-24». Продолжение следует...